О, у тебя новые туфли? Что случилось? Он сказал, что не может её сейчас оставить. Мол, ей так тяжело. Подонок. А кто, ты говоришь, их шил? Амандель. Не знала, что ты шьёшься у такого мастера. Белый волк, а это ты съел красную шапочку? А девочки бывают ведьмаками? Играет музыка. Где ты был? Я ищу какого-то эльфа по имени Седрик. Не ввязывайся в это. Купцы обещают за убийство монстра хорошие деньги. Деньги? Не главное. Может быть. Но лишними они не бывают. Я ей не доверяю. Шиале? Почему? Она могущественная чародейка. И быть ее врагом небезопасно. А другом еще хуже. Я знаю, что она тебе не нравится. На то есть причины. Я просто предупреждаю. Спасибо. Попробую узнать у нее. Ну что? Я отправлюсь с ней на охоту. Но сперва надо найти Седрика. Тогда пойдем к нему. Он на стражевой башне. Он на стражевой башниту. Кар Седрика. Купô. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вспомнил погром в Ривии Разъяренная толпа убивала нелюдей И паренек с вилами Больше ничего? Смерть Или очень близкое к ней состояние Я чувствовал, что жизнь уходит из меня Я была там Через несколько минут, когда было уже слишком поздно Не бери в голову Это только воспоминания Сейчас у нас есть проблемы поважнее Что-то мне подсказывает, что вернув память Я найду ответы на многие вопросы В том числе и на вопрос, что здесь происходит Мои цены останутся прежними И в вашу гильдию я вступать не собираюсь Точка! Я прошу вас Изменить свое мнение Срать я хотел на вашу гильдию Это же вы богательство С бандюгами не знающих Оружие сделаю лучше вашего И меня цены не собираюсь Подумните еще раз Гильдия защищает интересы всех своих членов В конце концов, несчастный случай может произойти С каждым Сгоревшая кузница – это еще полбеды Но как мастер сможет хавать мечи, если сломает, допустим, руку? Что? Ты мне угрожать собрался, говню? Выметайся отсюда! Еще раз тут увижу Все ребра тебе пересчитаю Мастер, глядите, кто к нам пришел Великан кузнечного искусства нас не слышит Занят Не покладая рук, трудится Ты как, ведьмак? Как жизнь? Хорошая у вас мастерская? Да какая тут мастерская? Но за добрые слова спасибо И от мастера, и от меня Так чем могу помочь, а? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Глупо, просто глупо! Приветствую, белый волк! Что ты ищешь? Располагайся, будь как дома Мы встречались? Нет, но я много о тебе слышал Точнее, читал В письмах из ревийской диаспоры Рад знакомству Моё имя Эйнар Гусель Я держу лавочку древностей Кроме того, я возглавляю Здешнюю общину нелюдей Никогда бы не подумал, что продажей книг Во флотзами можно заработать Здесь много приезжих Кто покупает книги, кто продаёт Вот вчера, к примеру, госпожа Шиала де Тансервиль Купила больше, чем я обычно за год продаю И что интересного она нашла? Двермис Мюстерис И эксетерские тракты Полное издание А также ещё одну весьма дорогую книгу О названии которой я предпочту умолчать Должен сказать, что госпожа Шиала Необычайно щедра Сделала значительное пожертвование Всеросский фонд Нелюди во флотзами живут общиной? Не вполне Но мы помогаем друг другу по мере возможности Я, к примеру, собираю налоги И оглашаю распоряжение коменданта Это делает тебя преступником в глазах Йорлита Это точно Он меня сколько раз уже предупреждал А я столько же раз отвечал, что без этой работы нельзя Всё впустую Сытый голодного не разумеет Он работает мечом, я пером Нам друг друга не понять Раньше полегче было А потом пропали без вести несколько эльфских девушек Мы перестали доверять людям А белки перестали верить нам А не нашлись девушки? Нет Наверное, их накеры сожрали Я хорошо помню Мориль белорукою У них жених был Прекрасная была пара Прощай Ведьмак Продолжение следует... 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 Лоредо выпустит купцов только тогда, когда захочет. Похоже, вы ему для чего-то нужны. Как так? Он что, собрался устроить здесь международную ярмарку? Я подданный короля Димовенда и скажу тебе, что... Димовенд мертв. А теперь, если позволишь, перейдём к делу. Как ты моя... С утра ребятишки орут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуй, сынок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты кто? Королевский управляющий. Слежу за поставками провизии во флотзам, за состоянием укрепления и прочими подобными вещами. Значит, награду за уничтожение чудовищ выплачиваешь тоже ты. Именно так. Для начала заполни формуляр Н-12 и отнеси его... Не надо мне, у меня иммунитет. О, ну что ж, доска заказов висит перед постоялым двором. Удачной охоты. Прощай. Продолжение следует... Ты ведьмак? Да. Тогда сделай что-нибудь с этой дьявольской аптекой. Этот выродок безнаказанно продает отраву. Мне казалось, это благовоние. Благовоние вывеска. Люди привыкают к этому, а потом теряют разум. Как от физштаха, ты просто обязан закрыть эту лавочку. Если ты остановишь торговлю зельем, горожане Филодзома тебе хорошо заплатят. Я поговорю с торговцем. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуй. Ты смотри, и на штраф нарвешься. Мы за тобой следим, ведьмак. Мы за тобой следим, ведьмак. Девушки отдыхают. Эта женщина сказала, что он действует как физштих. Может, на эту женщину все действует как физштих? Я знаю, что в нем есть что-то необычное. Да, да, есть. Я занимаюсь благовониями много лет. Это был самый обычный аромат. Откуда мне было знать, что люди начнут им злоупотреблять? И потом, не могу же я запретить им его использовать? Ты живешь с этими людьми с детства. Зачем тебе их травить? Твоя правда, ведьмак. Не забудь дать мне рецепт для этого благовония. Я вижу, у тебя все получилось. Спасибо тебе от всего флотзама. Вот твоя награда. Я тебе верю. Так и не закрыл лавочку. А люди из-за тебя ко всякой дряни привыкают. Никто никого не принуждает покупать благовония. Интересно, что бы ты сказал, если бы твой ребенок начал это нюхать. Убирайся отсюда! Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Благовониями, по большей части. Разными благовониями. Для медитации, для освежения мыслей, для кухни, лекарств, ритуалов. Чего только душа пожелает. Мне нужен рецепт одного твоего благовония. У меня их тут больше двух сотен. Я имею в виду то, что лучше всех продается. Кое-кто готов щедро заплатить за один твой рецепт. Говорят, кое-какие твои благовония вредны для здоровья. Не может быть. Пока ни один клиент не жаловался. Рецепт не отдам. Знаешь, что можно сделать? Я дам тебе формулу очень похожего благовония. Ты получишь награду, а я сохраню свой секрет. Я считаю до пяти. Если после этого я не получу настоящего рецепта, ты познакомишься с одним из моих друзей, которых я ношу за спиной. Раз. Два. Минуточку. Может, мы все-таки договоримся? Три. Хорошо, подожди. Вот, возьми. Ну вот. Ты доволен? Отбивают хлеб у частных ремесленников. Ну вот. Предчувствие меня не обмануло. Стоило заглянуть в эту дыру. Убийца Фольтеста собственной персоной. Как дела? Как здоровье? Не жалуюсь. Безмерно рад. Знаешь, да вы из зимы путь далекий, и я не хочу тут долго возиться. Я и так на тебе много времени потерял. Ну, счастливого пути. Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник. Живой ты стоишь больше. Но если будет надо, ты и мертвым сгодишься. Что выбираешь? Ну, попробуй меня убить. Брось меч и подними руки. Иначе я не ручаюсь. Подойди и попробуй меня убить. Комендант! Комендант! Еще чуть-чуть! Меняй хватку! Эх, люди в этой собаре понимают не больше, чем я в трольских бабах! Я так понимаю, ты хочешь поговорить. В чем дело? Расскажи, что там было с Фольтостом? Ты хочешь услышать версию, которая сюда еще не дошла? Король погиб при загадочных обстоятельствах, а у его тела схватили ведьмака Геральта с окровавленным мечом. Ты убил короля? Я никому не скажу! Я обещаю! Убийца сбежал, я не успел его прикончить. Меня подставили. Ну и что же ты теперь будешь делать? Собираешься бегать кругами и бить всех подряд, пока виновный сам не угодит под меч? Нет нужды. Убийца сейчас в лесу вместе со Скайтаэлями. Он знает, что я здесь. Мы найдем друг друга. Геральт, умоляю тебя, ну не делай глупости, не высовывайся. Если Лореда узнает, что тебя подозревают в покушении... Ты давал Вернану рапорт о событиях во Флотзаме. Было тут что-нибудь странное? В портеле у них прекрасные девушки. Рекомендую. Одна из них... Ты знаешь, что я имею в виду. Ну, обычный городишко. Порт, корчма, река смердит. Вот и все, что увидит обычный человек. Мы же, поэты, смотрим и в души людей. А с этим тут дело не чисто. Я видел, как кражу прикрывали именем закона. Стражники смеялись, забирали товары и говорили, что наконец наведут здесь порядок. Еще я видел, как пьяные бандиты избивали эльфку. И никто не обращал на это внимания. Я понимаю, сейчас везде так, но здесь дело не в ненависти. Это не попытка найти виноватых. Во Флотзаме людьми руководит холодный расчет. Они ищут любой повод, чтобы обогатиться. Мне нужна информация. Что-нибудь, что наведет меня на след убийцы королей. Я знаю только сплетни. Они тут ходят со дня смерти Димовенда. Люди готовы обвинить любого. Эльфов, Нильфгард, Ривию. Давай я попробую угадать. Еще в этом деле были замешаны зериканские алхимики и низушки. Смелая теория, но толпа выдает идеи поинтереснее. Знаешь что? Если честно, из всех последствий этого убийства меня больше всего беспокоит сумбур в головах у людей. Ты о чем? Это хаос. Люди не знают, что думать. Не знают, кто плохой, кто хороший. А времена сейчас нелегкие. Кто знает, что из этого выйдет? Ну, шпион. Что слышно в мире политики? О чем теперь поют поэты? У Айдирна большие неприятности. Хенсель с огромной армией стоит на берегу Понтера и может атаковать со дня на день. Давно не было войны. Он любит играть солдатиками, как все маленькие мальчики. Но в этот раз Каэдвену придется нелегко. Границы Айдирна охраняет Саски, убийца драконов. Это еще кто такая? Наемница? Крестьянка, самозваный генерал. Возглавляет что-то вроде добровольческой армии Айдирна. Женщины хватаются за мечи, барды лезут в политику. Что за времена? Лютик, ко мне приходят обрывки воспоминаний. И что же ты вспомнил? Собственную смерть. Твою смерть я видел своими глазами и не раз об этом рассказывал. Йеннифер отдала жизнь, чтобы тебя спасти. Я думал, ты вспомнил, что было потом. Как случилось, что ты здесь. Я тебя вижу, слышу, ты дышишь. Ты живешь, старина. Память только начала возвращаться. Я не помню всего. Рад видеть тебя, Золтан. А что ты тут, собственно, делаешь? Долго рассказывать. Жизнь говно. Шесть лет пашешь, как волк. Слушаешь россказни старого Бригенрикса. Покупаешь кольца. А потом она рвет помолвку. Я-то дурень. Кого ты разучивал? Ну и хер с ним. Что было, то прошло. Срать я хотел на Иудору, на Кузницу в Новиграде и на всех Бригенриксов на свете. Займусь лучшей торговлей. Ты слышал о таком Седрике? Я слышал? Да я с ним так нажрался в ту субботу. Еле до порога дополв. Где его искать? Целыми днями сидит на башне у бендюги. Смотрит в чащу. Чудную, но голова крепкая. Спасибо. Что ты делаешь в этой пырловке? Сейчас шлифую камни для шалы де Тансервиль. Работа сложная, но платят хорошо. Ты занялся украшениями? Да где это? Чародейка что-то там конструирует. Целыми днями глядит на это дело, как сорока в стекляшке. Да видно, пока бестолк. А как ты раз до того разозлилась, что хватило вазы об стенку? Темперамент у этих чародеек, я тебе скажу, исключительный. Есть здесь какой-нибудь хороший оружейник? Около стены есть кузнечка. Примитивное, старое, еще сопряжение сфер, небось, помнит. Но на мелкий ремонт там инструментов хватит. Если хочешь, можно и руны на оружие наложить, или доспехи улучшить. Только смотри, чтоб не выглядел потом, как лютик на открытии нового борделя. Как твой мускул, Изолтан? Твердый, как бычьи яйца. Борьба на руках – любимая забава краснолюдов. Надо будет с тобой как-нибудь потягаться. Ха! Можно попробовать прямо сейчас. Ну, покажи свои бычьи яйца. У тебя лапище, как тиски. Мне было нелегко. Если вдруг встретишь моих старых товарищей, Ярпина или Шелдона Скакса, обязательно с ними поборись. Тут они удивятся. Что такое, Геральт? Мы добрались до Флотзама, посмотрели на убийцу короля, восстановили против себя всех, кого только можно. Что дальше? Если убийца сейчас ходит с Йорвитом, нужно достать их обоих. Если ты собираешься ловить эльфов по лесам, в лучшем случае тебя ждет смерть. Давай заглянем к Лоредо, воспользуемся его приглашением. Он, конечно, тупой Педрило, но это его территория, и он может нам пригодиться. Почему Лоредо так странно к тебе относится? Он же худо-бедно комендант Тимирского гарнизона. Если ты еще не заметил, синие полоски не слишком популярны в народе. Как и все, кто выполняет грязную работу. Но Лоредо все-таки солдат. В приграничные форты отправляют всякую шелупонь. Они только тем и занимаются, что выделываются перед местными вахлаками. Ты здесь, наверное, как рыба в воде. Городок в лесной глуши и постоянные атаки с Кейтаэлей. Флотзам — это не просто глушь. Смотри. Тимерия, Редания, Кейдвена, Айдирн — все крупные королевства Севера. Знаешь, что их объединяет? Долина Понтера. Кусочек земли, за который они грызутся веками. Именно. А здесь, как видишь, у нас Флотзам. На границе Тимерии и Айдирна. А за болотами уже начинается Кейдвен. На самом краю долины Понтера. Флотзам втиснут между границами, как свеча в задницу. Здесь сходятся самые крупные торговые пути. Любой караван должен идти через Флотзам, и каждый обязан считаться с Лоредо. Говорят, Хенсельд Кейдвенский собрал армию и выступил на Верген. Уже совсем скоро долину Понтера охватит пламя. А мы с тобой, Геральт, сидим во Флотзаме, который станет заветным ключиком к этой долине. Хотелось бы мне верить, что все это простое совпадение. И убийца пришел сюда только потому, что здесь укрываются Скайтаэли. Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, ведьмак. Бывай, Рашень. Просыпай, как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Этого мне не понять. Который из них в Кольтост? Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Как я и ожидал. Нет, этого я сегодня видела. Звёхоник. Тогда не знаю. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Что ты знаешь о коменданте? Мастер Лоредо замечательный человек. Взял нас с подкрылышка. Помогает нам. Налоги аккурат такие, какие должны быть. Он всей торговлей в факторе и заправляет. Так что мы на него не нарадуемся. Ты с ума сошла, женщина? Фактория тонет в нищете, Лоредо обдирает вас как липку. А его люди делают, что вздумается. Не надо так говорить, мастер-ведьмак. Я про коменданта дурных слов не потерплю. Святой человек – одно слово. Ты его боишься? Сгинь, подстрекатель. Редактор субтитров А.Семкин tracking. Следователь субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хрункова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует... Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Мы воистину согрешили, ибо я не вижу больше смысла в той святыне, которой я поклонялся. Быть может, если боги пошлют тебе удачу, я отдам ее тебе в награду, и тебе она пригодится больше, чем мне. Продолжение следует... Ты удачлив, но в этот раз удача изменила тебе. Увы, судьба, покуда не готова передать тебе мою ношу, лишь судьба всегда остается выигрышем. Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Порт закрыт, так скука такая в заду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила? Участники боев вносят долю, а победитель забирает все. Правила боев. Бей как хочешь, лишь бы противник лег. Как все сложно. Так что, братишка, будешь драться? Да. Свежак, такой же, как и ты, братец. Для начала пойдет. Выкладывай денежки. И как? Я готов. Бюлстери, танцы начинаются. В морду его пей. Курва, подожди, пока он откроется. По пучкам! Это ж етипоезия! Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Жоп по прозванию задник. Странное имя. Он все делает наизжоп, то есть задом наперед. Спит днем. Сперва пьет, а потом заедает. А бабам, перед тем, как их трахнуть, велит одеться. Наизжоп. Покажи арены. И как? Я готов. Бюлстери, танцы начинаются. Гляди, зенки выпадут. Папунчка! Папунчка! Тебе нужна серьезная драка, а не возня с этой пьяной голодьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют король Зиги, потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славой настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. Не хотел бы я быть твоим врагом. Что, брат? Будем биться дальше? В другой раз. Так что, братишка, будешь драться? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдете. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? Я готов. Билстери, танцы начинаются. Турла, подожди, пока он откроется. Двину, подожди, пока он откроется. Не хотел бы я быть твоим врагом Поздравляю, ты набил морды отъявленным забияком Хорошая работа, турнир окончен Не пропусти слева С виду ты сильный, поборемся Вольно ты для меня силен Держи свои деньги Попробуй потягаться с Яношем жилой Со мной не так-то легко справиться Продолжение следует... А ты сильный Вот твои деньги Попробуй побороться с Толстым Микелем Здоровый ты, леший Ну так и я не из мелких Попробуем Яйца в ее патиста Тебе силы не занимать Держи свои деньги Есть тут еще один До сих пор, почитай, никто у него не выигрывал Кто? Бартоломей Баржа Поищи его в деревне Глядите Чудеса Доброго дня Не вздумай здесь драться У нас тихое заведение Конечно Я за тобой присмотрю Кому еще пиво? Кому еще пиво? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...